Здравствуйте! Меня зовут Инна Кирилёк. Я практикующий аналитический психолог. Более 15 лет я работаю с детьми, подростками и семьями. Сегодня нас интересуют подростки и их родители. Часто на консультациях родители говорят мне, он не понимает меня, он не прислушивается к моему мнению, он постоянно в компе, контакте или чате. Или еще более глубокие страхи родители. Мы как чужие, только орем друг на друга. Друзья для него важнее, чем семья. Вопросы мы решили задать самим подросткам. Это интересно. Что делают твои родители для воспитания и что не приносит никакого результата? Мои родители пытаются быть с одной строгими, но я знаю, что они не строгие на самом деле. И когда я их не слушаю, мне мама, допустим, говорит, что я буду как-то наказана, то в итоге я знаю, что этого не случится, потому что у меня мама добрая. Ну, иногда они меня кое-что просят, но у меня как бы это не сильно действует, и я... А когда уже начинают орать, тогда на меня уже что-то подействует, и я пойду что-то делать. На меня, например, не действует, когда они, например, иногда так повышают голос или пытаются, то есть, например, говорят там, если ты там не сделаешь уроки или будешь себя там плохо вести, мы там куда-то не поедем, например. И то есть на меня это не действует, но я понимаю, что... А когда они спокойно говорят, я... И объясняют мне зачем, почему, то есть... И если они меня спокойно все попросят, все совершенно спокойно сделают. На меня не влияет, наверное, ультиматумы, и когда говорят, мне делают то, что я не хочу. Но на меня не действует, допустим, когда ко мне относятся как не к человеку, как к какому-то существу, и говорят, что вот просто нельзя или что-то, мне нужно объяснение. На меня не действует, когда повышают голос, это вызывает, наоборот, обратную реакцию. Я хочу сделать, наоборот, так же. Не знаю, если я что-то, ну, например, сделаю, как они не хотят, они могут... Или, например, они что-то сделают, так как они не любят, они могут мне лишить чего-нибудь, но на меня это редко действует. Наверное, ультиматум. Если я чего-то не хочу, меня заставляют это делать, но это не влияет никак, абсолютно. Ну, не объяснять ничего, а просто что-то от меня всё время хотят, всё время что-то большего, на что я могу. А я этого всё равно не смогу сделать, как сказать, не смогу прыгнуть выше головы, грубо говоря. Ну, наверное, мои родители иногда пытаются на меня кричать, тем самым, не знаю, вбить в меня что-то, заставить меня что-то делать. Ну, я под влиянием этого крика, я не могу сосредоточиться, и не могу исполнить того, чего они от меня желают. Что они делают для моего воспитания? Ну, они... Ну, если я не хочу что-то делать, они меня ударяют, бывает, бьют меня. Что на меня не влияет, это, наверное, не знаю, крик родителей не влияет на меня. Я уже так привыкла, что они просто не влияют. Как родители могли бы улучшить ваши отношения и какими действиями добиться того, что они требуют? Если просят, то я выполняю это без проблем, мне это не трудно. В принципе, у нас нормальные отношения с родителями. Мы никогда не ссоримся, всё прекрасно. Они бы могли быть ко мне более лояльнее, и мы могли бы просто больше общаться, приходить к одному точке зрения. Они... Когда мы ссоримся, мы всегда говорим как на разных языках, просто не понимаем друг друга. Если бы мы просто сели бы и поговорили, то было бы намного проще. Много не надо, просто надо поговорить со мной. Ну, они бы проводили со мной больше времени, я думаю. Это первое. Во-вторых, ну, как бы, может, мои какие-то немного... Что я их прошу, как бы выполняли, ну, хоть чуть-чуть бы. И тогда было бы, ну, лучше гораздо, я думаю. Ну, чтобы я что-то сделала, меня нужно непосредственно заинтересовать в этом. Потому что, если мне неинтересно, я просто не вижу смысла что-то делать. Они ничего не могут делать, потому что у меня такой характер, что если я что-то себе придумала, то я сама это буду делать и не отступлюсь. И если я не хочу этого делать, то я не буду этого делать. Ну, наверное, мне бы хотелось быть с ними лучшими друзьями, потому что, ну, и, как сказать, быть в более тёплых отношениях, чтобы больше разговаривать, больше проводить времени вместе, не смотря на, там, на ссоры или ещё что-то. Просто идти к примирению сразу же и не держать зла дых на друга. Ну, наверное, им нужно постараться находить какие-то альтернативы. Наверное, задобрить меня. Попросить. Просто попросить? Да. Не знаю. Ну, просто задобрить слово, а я сделаю, и всё. Что бы ты никогда не сделал со своими будущими детьми? Ну, я бы никогда на них не кричал, я бы им с кого-то всё объяснял обязательно. То есть кричать обычно, когда на человека кричат, то он уже совершенно ничего не воспринимает, и как, не знаю, то есть действие порождает тоже противодействие, с той же силой. Бить ми? Я бы их не бил, наверное. Ну, не принесла какого-то телесного вреда, либо другого вреда. Я всегда бы желала им добра. Не ударила бы сильно, наверное. Ну, как бы... Не выгнала бы из дома, я не знаю, как бы деть... Ребёнок же — это моё-моё, своё. И я бы никогда не заставила ребёнка делать то, что противоречит его мировоззрению, пытаться заставить его быть тем, кем он не является. Итак, чего хотят подростки? Первое — говорить и общаться. Второе — больше проводить свободного времени вместе. Третье — не хотят, чтобы на них орали или оскорбляли. И четвёртое — они не приемлят физического наказания. Парадокс — родители и их подростки хотят одного и того же. Быть ближе к друг другу, не терять эмоциональную связь. Наш главный вопрос — как? Как найти новые способы общения, новые стратегии? Это время, когда и подросткам, и их родителям нужно будет учиться чему-то новому, делать что-то по-другому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok